И еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. В Сургуте подвели итоги конкурса «Журналист года-2013». Церемония награждения 20-го юбилейного фестиваля прошла в филармонии. Награждали в каждой номинации, как всегда, троих. Журналиста рассказывающего, пишущего, показывающего. Главные призы достались. Татьяне Логиновой, редактору телерадиокомпании «Югра», Елене Семеновой из «Русского радио» и мастеру печатного слова Елене Задорожной из «Сургутских ведомостей». Выпускающий редактор телекомпании «Север» Виктория Мальцева и Елена Вишкина из ГТРК «Ленторинформ» стали лучшими тележурналистами района. Елена получила приз за фильм «Призван из Сургутского района». Комментарии к работе заставили весь зал аплодировать стоя. В 2000 году в Чечне погиб ленторский парнишка, она только с нецом. Его похоронили за день до 20-летия. Он не совершил как такового подвига. Он подорвался на фугасе, был в водовозке. Это страшно. Мама узнала о смерти его по телевизору, но она даже не догадывалась, что таким образом погиб ее сын. Самое важное в фильме прозвучало в конце, когда мать сказала, что даже потеряв сына, ее сердце не ожесточилось. Целое созвездие наград отправилось журналистам холдинга «Сургут интерновости». Именно журналисты этой телекомпании принесли в очерках. А Даша, ну ты же звездочка наша. Наша звездочка Даша Давыдова на конкурс представила репортажи о социальных проблемах «Голдфиш» и «Ипотека». В своем любимом жанре Дарья стала первой. Вообще работа журналиста – это работа рутинная. Мы все люди, кто работают в новостях, прекрасно об этом знаем. Со съемки, на съемку здесь надо отписать, здесь надо позвонить, договориться. Три запроса, еще не факт, что на эти запросы ответят. Мне кажется, что главные качества в журналисте – это скорость, это объективность и, наверное, какой-то лаконизм. Мастером объектива признали фотокорреспондента Рамиля Нурьева. Журналист находится в рабочей командировке. Вместо Рамиля награду получила его мама. Ну это настолько приятно. Вообще, я сегодня чувствовала мамой всех молодых журналистов, потому что, поверьте мне, каждый ваш успех – это наш успех. Он как хороший сын, каждый свой шаг, он мне сообщает, СМС-очки швет. Мы там в Сыктывкаре, мы в Печоре. Вот сейчас, буквально 20 минут назад пришла СМС-ка, мы преодолели отметку 3300 километров от Сургутского моста. Рамиль же получил спецприз от компании «Сипромстрой». Антонина Новикова из «Северавторадио» стала победителем в номинации «Надежда». А еще у нас победа в номинациях «Лучшие новости на ТВ» и «Лучшие новости на радио». Нужно вообще, наверное, обратить внимание на номинацию «Лучшие новости». Они у нас на самом деле, значит, лучшие, самые первые, самые новостные новости. Призом отмечен и проект «Может каждый» – о тяжелобольных детях, жизнь которых могут спасти деньги. Благодаря проекту на лечение малышей было собрано более 10 миллионов рублей. Было на торжестве много сюрпризов. Приятно удивил вокальный номер от главы Сургутского района Дмитрия Макущенко. Екатерина Любешева, Сергей Полотов, Сургут, Индру Новости. Реклама на радио. 1. Реклама на телевидении. 2. Реклама в газетах и журналах. 3. Дизайн и полиграфия. 4. Наружная реклама. 5. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд».